У вас есть пассивный доход, Александр? Нет, есть пассивный доход. Секретики в секретном чате. Секретики в секретном чате. Маргарита спрашивает, как избавиться от внутреннего напряжения, когда в неприятных ситуациях понимают, что даже внутренние органы сжались, или все-таки ситуацию как-то менять? Если можно менять ситуацию, нужно менять. И вот по поводу там сжались внутренние органы, может быть, это правда так и есть, у нас вот есть разум, у нас есть тело. На МЛП-практике мы говорим, что разум и тело – часть одной системы. Как будто разум и тело дополняют друг друга. А соединением вот этого разума и тела может вполне быть, как бы инструмент влияния разума на тело – это дыхание. Вот я бы рекомендовал просто начать контролировать дыхание в моменты напряжения. И не реагировать там, не делать, не принимать решения до тех пор, пока, что называется, не вернете контроль над дыханием и не начнете дышать. Ну, знаете, там, обычный вдох, длинный выдох, обычный вдох, длинный выдох. Когда вы так начинаете дышать, тело постепенно само будет расслабляться, и, что называется, там вернется контроль, и, ну, как бы, напряжение спадет. Опять же, у этого напряжения очень вполне естественный, что называется, эволюционный механизм есть. То есть, как только у нас в крови появляется адреналин, нам нужно быть готовым действовать очень быстро. Состояние стресса – это важный, ну, как бы, это важный этап подготовки тела к стрессу. Поэтому я бы предложил еще начать воспринимать многие ситуации как нестрессовые. И тогда, соответственно, не будет этого и напряжения. Ну да, 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 да. У меня еще есть якоря, например. Если ситуация какая-то такая точечная, сильный стресс, вот в этот момент стресса просто глубоко дышать. Но если вот эта ситуация продолженная уже, и вот там страх, еще что-то. У меня есть якоря, например, определенная музыка, я включаю, а она меня сразу выносит, я такая, зеленый, зеленый, зеленый. Вот у кого были бойцовские собаки, тот знает. Когда воспитываешь бойцовскую собаку, если на нее покричал, там есть такая система, светофор – красный, желтый, зеленый. Если ты покричал на нее, это красный загорелся. Перед тем, как дать следующую команду, нужно выйти в зеленую. Хозяин обязан выйти в зеленую. Я практикую это упражнение с собой. Я себе говорю, так, вышла в зеленый, хватит стрессовать, да, пострессовала красный, вышла в зеленый, с помощью музыки, например, до дыхательных упражнений. Хоп, даю себе команду, да, как разрешать ситуацию. Ваш, наш? Ваш. Наш. Как забыть о ситуации в прошлом? Сделала неверный выбор, и теперь боюсь, что раскроется, навредит моей будущей карьере. Выигрывает тот самурай, который мертв? Проиграть? Он же не проигрывает, но... Вы думаете? Там, как бы... Как вы на это можете повлиять? Если у вас есть возможность каким-то образом уменьшить неверность этого выбора, последствия неверности этого выбора, сделайте это, ну и будет просто какой-то момент, точка, когда вы поймете, что от вас уже ничего не зависит. Вы можете только, что называется, ухудшить ситуацию, не забудьте про нее. Собственно, возьмите картинку этого события, отдалите, сделайте черно-белой, и мне кажется, излишне. Многие люди как будто сильно драматизируют вообще окружающее мнение других о себе. Ну да, 90% страхов, или сколько, ложные. В голове, придуманные. Ну вот этот вот план, типа, наихудший вариант развития событий, когда продумываешь план, и до такой степени, что, как это, точка тревожности, ну типа, ну что будет, ну что будет, ну вот это сделаю, ну уволят меня, там, не знаю, штраф, ну уволят, ну пойду искать другую работу, и дальше что? Да ничего, пофигу, в принципе, жизнь продолжается, буду искать другую работу. То есть, как-то, страх уходит. Взрываете, взрываете компульсию страха? Взрываете компульсию, для тех, кто знает. Разрываете компульсию, как Тузик грёг. Владимир спрашивает, как работать с такой же любовью к работе, как и вы? Марина, как работать с такой же любовью? Знаете как, либо полюбите то, чем занимаетесь, либо меняйте, потому что в постоянной, ну если переступать через себя приходится, это же очень чревато. Вот я сторонник такого подхода, полюбить то, чем занимаешься. Почувствуй нашу любовь. Даже если нет очевидных причин, ну вы же знаете, зачем вы это делаете сейчас, к примеру, да? Ну потому что нет другой работы. И поэтому работаете здесь. То есть какое-то принятие, убрать момент вот этого ежедневного протеста, когда вы выходите на работу и ненавидите её, это очень затратно. Примите то, чем занимаетесь. Уважайте ваш выбор, да? Если вы когда-то сделали выбор, значит вам это было нужно? Я бы ещё добавил вот эту вот презумпцию прекрасности, про которую Лунникова говорила. Я бы ещё добавил сюда же, в том числе презумпция прекрасности того, всё, что вы делаете, отношение к миру. То есть когда есть вот это вот, когда вы по определению подозреваете мир в позитивном намерении относительно вас. Ну вот в этом случае. И когда вы точно понимаете, что там есть огромное количество позитивных намерений, и что люди, они вот такие, ну просто они оказались в этой ситуации, пока они не знают, как поступить лучше. Ну то есть человеку вы даёте какой-то шанс, чтобы он, как бы сказать, испортил мнение о себе у вас. Вот такое мнение. Оля спрашивает. Добрый вечер, Александр, Марина. Как эффективно связать свои цели в единую систему, чтобы они усиливали друг друга, и достижение одной из них наилучшим образом влияло на остальные? Насильно связать, даже если они не связаны. У нас, кстати, сейчас как раз моделируют на мастерском, у нас сегодня подготовка к экзамену, завтра будет экзамен, и одна из стратегий как раз у девушки, которая эти цели связывает или связала. Я до конца ещё модель, ну как бы не было презентации, только край муха так слышал, но там как раз именно про это. Если бы я знал, как ответить на этот вопрос, я бы, наверное, ответил таким образом. Вот тут бы промежуточной была бы точно техника интеграция логических уровней, которая, помните её, которую мы делали на курсе практик. Эта техника как раз позволит, может быть, выровнять иерархию этих целей и часть целей в каком-то хорошем смысле убрать или отдать на делегирование, так, чтобы вы остались наедине только со своими любимыми целями. Да, потому что вот эта интеграция, иногда некоторые промежуточные цели, там же всё равно есть иерархия этих целей, какие-то важнее. И когда делаешь пирамиду, видишь, что какие-то они просто мешают, вроде бы хочется, но это лишнее. И лучше выкинуть на помойку.